МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа Неделя города. Смотрите в выпуске. Школа безопасности. Как проходят соревнования для детей под эгидой управления МЧС, узнал Валерий Седов. Динозавры в городе. В торгово-развлекательном центре М5МОЛ выставка для детей и взрослых. В 25-й раз проходят областные соревнования школы безопасности. Проводятся они совместно с управлением МЧС. Соревнования помогают детям на практике отработать то, что они проходят на уроках безопасности жизнедеятельности. Их! Вы смотрите, у вас Андрея не справляется. На воде команды спас Кризанского. Задача у них только звучит просто – спасти утопающего. Трудности начались уже по ходу. РАФ – лодка неуправляемая, рассчитанная на шестерых. Здесь гребут четверо, и задача их – синхронизировать движение для прохождения этапа. После спасения пострадавшего манекена в пункт оказания первой медицинской помощи. Этап спасательной работы на воде пройден. Мы тренировали все этапы, расписывали тактику прохождения всей дистанции. Полугодовая подготовка команды не прошла даром. На этапе ошибки были, но незначительные, говорят сами ребята. Конкурсная программа вводного этапа региональных соревнований школы безопасности включает несколько точек – паромную переправу, спасение пострадавшего на условной льдине и применение спасательного конца Александрова. За ошибки – штрафные баллы. Паром – это потери самостраховки, либо если участника не сопровождают. Также в лодке, то есть все ошибки, которые есть, штрафные баллы – три точки касания. Если ты касаешься буев, даже если веслом, то это штраф. Плохое обращение с пострадавшим – это очень, кстати, тоже частый штраф, потому что у нас же это манекен. Ребята думают о том, что это манекен, ничего страшного, можно его кинуть, можно схватить его за что угодно. На самом деле нет, потому что это тоже очень важно. Региональный этап соревнований школы безопасности проходит со 2 по 6 июня. Каждый день новые этапы. Третье – день спасательных работ. И 25 команд со всей области должны показать на практике, что они умеют. Эти соревнования, они помогают детям на практике, именно на практике отработать то, что они изучают по курсу оба же основы безопасности жизнедеятельности в школе. То есть у всех есть такой курс, только одно дело все это прочитать в учебнике, другое дело попробовать собственными ручками подержать. После водных процедур юных спасателей ждут на развалинах. Здесь еще один ответственный этап – разбор завалов. Условный, конечно. Однако поработать пилой, домкратом и болторезом придется по-взрослому. На этапе завал команды из Сасова. Они пока вне конкурса, не подходят по возрасту. Групп возрастных всего 2 – с 6 по 9 класс и с 9 по 11. Эти ребята – дебютанты, тренируются первый год. Сейчас пока идет нагрузка на технические виды, потому что физически они, естественно, очень-очень слабенькие. Это возраст детей от 10 до 12 лет. Они, если вот вчера мы работали с полосой пожарной, они у меня пока еле-еле допрыгивают до счета. Ну, надежда есть? Для этого и работаем. Рядом с завалом зона Ахов – аварийно-химически опасное вещество. По сценарию этапа утечка масштабная. Пострадавшего нужно эвакуировать во что бы то ни стало. Работать пришлось в противогазе. На старт, внимание, начали. Из 25 команд победителей будет всего 3. По каждой возрастной категории. Триумфаторов ждет турнир посолиднее. Они уедут защищать честь региона в ЦФО, в Подольск. Впрочем, на пьедестале наши ребята уже были. Поэтому ожидания будут самыми высокими. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Интернет – один из основных путей распространения наркотиков в современном мире. Отследить многочисленные цепочки связи сложно, но возможно. Очередной исполнитель заказов попался в Рязанском районе, в Полянах. С участием государственного обвинителя прокуратуры Рязанского района Рязанской области в Рязанском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Поляны, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет. Группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть по части 3 статьи 30 пункта Г, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно предъявленному обвинению, данный житель Рязанского района в октябре 2021 года вступил в преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Преступления совершались бесконтактным способом, с использованием тайников и электронных платежных систем. Роль молодого человека, закладчик, заключалась в получении оптовых партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего размещения в тайниках-закладках на территории Рязанской области. При попытке сбыта очередной партии наркотического средства, мифедрон, общей массой почти 23 грамма, в январе текущего года данный молодой человек был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме. Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта Г, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков предложил приостановить в регионе действия масочного режима. Об этом он заявил на заседании правительства, опираясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора. Масочный режим в Рязанской области пора отменять, вернее приостанавливать. Павел Малков сегодня верит статистике Роспотребнадзора, а она утверждает, что коронавирус в регионе уходит в подполье. Вердикт – стойкая тенденция к снижению. Ну то есть пора. Коллеги, мы этот вопрос не раз уже прорабатывали. Очевидно, что этот шаг уже можно и нужно сделать. Поэтому я попрошу максимально оперативно подготовить соответствующий проект документа Николана. Давайте мы такое решение будем уже принимать. Понимая при этом, что в случае обострения ситуации мы, конечно же, точно так же оперативно должны будем вести этот режим обратно. Усиление бюджетной дисциплины – один из основных приоритетов работы в Рио губернатора. Региону деньги нужны, федеральные программы их брать позволяют. В общем, чиновники должны их получать из федерального центра любыми путями. У нас, кстати, сегодня второй день в области работает депутат Государственной Думы Андрей Михайлович Макаров. И я думаю, что с его помощью мы очень серьезно в этом вопросе продвинемся. То есть еще раз, будем усиливать работу по бюджетной дисциплине. Начиная от подготовки бюджета и заканчивая его исполнением. Сегодня у нас еще будут отдельные встречи, совещания, там все это подробно проговорим. Вопросы вне повестки от министра труда – явно стратегически продуманная инициатива. В прошлый раз Валерий Емец легитимизировал выплаты раненым в спецоперации на Украине. В этот обозначил цифры прожиточного минимума. После президентского увеличения на 10%. Предлагается установить с 1 июня 2022 года величину прожиточного минимума в Рязанской области в повышенном размере. На душу населения – 12 388 рублей. Для трудоспособного населения – 13 504 рубля. Для пенсионеров – 10 663 рубля. Для детей – 12 469 рублей. С 1 января по 31 мая 2022 года будет действовать ранее установленная величина прожиточного минимума. А еще руководителям промышленных предприятий правительство Рязанской области направит субсидии для переобучения работников на грани увольнения, чтобы официально снизить напряженность на рынке труда. Сумма немаленькая – 53 миллиона рублей. В Рязани прошло заседание расширенной коллегии ФНС России. Здесь подвели итоги работы налоговых органов за январь-апрель 2022 года. Так, в консолидированный бюджет страны за это время поступило почти 12 триллионов рублей. В федеральной – почти 7 триллионов. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, годовые параметры бюджета исполнены на 42%, профицит – чуть больше триллиона рублей. Налоговики по традиции возлагают цветы к мемориалу выпускникам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Но самое важное событие дня еще впереди. На месте строительства нового здания у ФНС России по Рязанской области закладывают первый камень, как символ стратегического развития. Термин «стратегический» звучит и в приветственном слове в Рио-губернаторе Рязанской области Павла Малкова. Достижение стратегических задач возможно лишь при объединении усилий органов власти и налоговой службы, говорит он. И уточняет, речь идет в первую очередь о повышении качества жизни людей. Этот момент останется в памяти и на фото, и на видео, для того, чтобы обозначить старт строительства. Новые здания на средства из федерального бюджета построят рядом с ТЦ «Премьер» на Московском шоссе. Семиэтажка займет 135 соток. Здесь будут и служебные кабинеты, и современные помещения для приема посетителей, конференц-залы, архив и многое другое. В новом здании будут обслуживать всех налогоплательщиков региона. До сегодняшнего дня, кстати, о своем здании управлению ФНС оставалось только мечтать. 30 лет служба размещалась на арендованной площадке. Но за это время задачи управления стали шире, и прежнее здание современным требованиям уже не отвечало. В новом же будет уделено внимание повышенному качеству обслуживания и организации личного приема в территориальных налоговых органах. Это позволит создать комфортные условия как для работы налоговиков, так и для налогоплательщиков. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город. В День защиты детей в селе Поляны под Рязанью при поддержке меценатов, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков и представителя благотворительного фонда открыли новый центр семьи и детства. Он возьмет на себя функции антикризисного центра. Десятки детей и родителей у по-настоящему долгожданного центра семьи и детства сегодня буквально яблоку негде упасть. О возведении центра говорили еще в 2018-м. Тогда на улице Солнечной, что в селе Поляны, располагался только городок под названием Ключ. Его создали 10 лет назад специально для семей, которые воспитывают приемных детей. Вопросы защиты детей, их образования, самореализации – это главные приоритеты социальной политики, государства и, конечно же, нашей области. Этими задачами должны заниматься системно, постоянно работать на опережение, создавать среду для развития подрастающего поколения, эту атмосферу безопасности детства и, конечно, оперативно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Решать задачи будут вместе со специалистами. С ними же, кстати, решали и какие практики разместят в центре. Сами семьи хотели бы видеть здесь и комнату для уединения, и японский сад, и помещение с прозрачным потолком и еще много чего другого. Родители с детьми даже придумали список желаний, как на Новый год. И многие из этих желаний меценаты исполнили. И городок Ключ, и центр семьи и детства – прямая заслуга фонда Тимченко. Мы надеемся, что этот дом, который теперь есть у вас, это будет место, где каждый может найти себе занятие по душе. Это место, где вам всегда помогут, если вы столкнулись с несправедливостью или жестокостью. Это место, куда могут прийти родители и дети, и взрослые, как это называется, молодые взрослые со своими проблемами. Мы надеемся, что этот центр поможет улучшить благополучие семьи. И наступил момент, которого все так ждали. Сегодня центр открыл свои двери. Ура! Павел Молков вместе с меценатами осмотрел помещение внутри центра. Здесь и кабинеты психологов, и просторные классы, в общем, говорит, был впечатлен. Причем важно, что вот эти лучшие практики, которые формируются здесь, в центре, распространялись и на все другие учреждения подобного типа у нас в Рязанской области. Тоже мы сейчас это с нашими коллегами проговорили и договорились, что в ближайшее время проведем совещание и определим дальнейшие шаги, как эти лучшие практики тиражировать не только куда-то вовне, а сюда приезжает очень много представителей соответствующих структур из других регионов, но и тиражировать у нас внутри области, чтобы они были внедрены везде. Работа центра направлена на развитие Института приемной семьи, оказание кризисной помощи, дополнительного образования, развитие школы приемных родителей. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания, город. Рязань приняла участие в масштабном флешмобе «Цирк». Это мы приуроченном к Дню защиты детей. В десятках городов нашей страны перед цирками и на манежах тысячи человек собрались, чтобы выстроить объемное слово «Цирк». Несмотря на будний день возле цирка оживленно, первый день лета – праздник детства. И все это под эгидой веселого флешмоба. Две сотни детей, родителей, артисты шоу «Песчаная сказка» вместе выстроились в слово «Цирк». Я люблю все представления, они очень веселые и интересные. Очень интересно посмотреть, что будет. Было весело, хотелось получить инициативу. Мне очень нравится цирк, мне нравится, как выступают, что люди стараются всем поднять настроение. Вот. И мне сегодняшний флешмоб очень понравился, очень позитивно так. Ну, скорее всего, это в честь защиты детей, так как сегодня первый день лета. Каждый участник в придачу к хорошему настроению получил еще и сладкий подарок прямо из рук директора цирка. «Росгосцирк» анонсировал акцию «Цирк – это мы». И вот сегодня мы собрали детей и взрослых на такое вот мероприятие, провели флешмоб. И я думаю, что все остались довольны. И сейчас, после этого мероприятия, мы детей проведем за кулисы цирка. Обычно сюда не попасть. За кулисье – само слово таинственное. И действительно скрывает множество волшебных тайн. Близко-близко дети увидели царственных верблюдов, задорных самоедских лайк, сказочных павлинов и лоснящихся красавцев коней. Несказанно повезло сегодняшним посетителям. Им разрешили посмотреть даже на бегемотов самых, пожалуй, капризных арсистов. Подход к ним нашел единственный в мире человек. Они самые опасные животные в Африке. Больше всех людей гибнут от бегемотов. Не от тигров, львов, а именно от бегемотов. Они территориальные животные, они на свою территорию никого не пускают. Как вам удалось подружиться с ними? Ну, я же взял их маленькими, в годовалом возрасте. У них еще даже зубов не было. Горящие глаза совсем маленьких деток и тех, кто постарше, да и родителей. Говорят о том, что праздник сегодня удался. Цирк – волшебное место, где даже в самом серьезном взрослом просыпается давно забытый маленький ребенок. Решили приоткрыть особенности какие-то тайны дрессировок и содержания животных. Но вроде бы все дети довольны, получили новые эмоции, потому что попасть за кулисы цирка, но это такой редкий шанс, получается это не всегда. Но в День защиты детей должны проходить чудеса и приятные сюрпризы для них. В День защиты детей Росгосцирк запускает ежегодную всероссийскую акцию «Цирк детям села». Все лето цирки страны будут выезжать в отдаленные районы России, чтобы подарить детям, которые не могут попасть в цирк, возможность увидеть представление прямо рядом с домом. Рязанский цирк в акции тоже участвует. 8 июня «Песчаная сказка» отправится в Шиловский район. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Премьера спектакля «Синяя борода» по мотивам сказки Шарля Перо состоялась в Театре кукол. Возрастной ценз – 16+, и это не случайно. Сказка на самом деле весьма метафорична и вскрывает совсем не детские темы. К тому же спектакль пластический, то есть все, что хотели сказать постановщики, они выразили практически без слов. О страхах, убеждениях, установках, определяющих нашу жизнь и частенько делающих нас страдающими. «Синяя борода» – метафора. Образ главного героя – собирательный. Воплощение того кошмарного тирана, который для каждого свой, и чаще всего он внутри. В центре истории – женщина, женская судьба. И события, которые происходят в обычной жизни каждой женщины – рождение детей, сватовство, свадьба. Но почему зачастую, проходя этот путь, женщины чувствуют себя жертвой? Размышления на эту тему визуализированы на сцене Рязанского театра кукол. Вы знаете, я когда-то мечтал поставить спектакль, спектакль «Балет в пластику». Вот так вот сложилось, что не удалось. Но я счастлив, что в нашем театре появился такой спектакль. Несмотря на то, что я очень люблю ту синюю бороду, которая была для младшего возраста, для детей, а это спектакль такой женский и в то же время такой мощный и про нашу жизнь, и совершенно необычный. Спектакль без слов. Оттого очень личный, практически интимный. Каждый зритель слышит свою собственную историю. Мои впечатления замечательные. Мои впечатления оправдали мои ожидания. Это самое главное. А просто у нас самые лучшие артисты в нашем театре. И самые замечательные постановщики, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Действительно, режиссер Анна Конен, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, пластический режиссер Павел Фролов создали спектакль, аналогов которому на рязанской сцене не было. При этом обошлись полностью силами труппы кукольного. Сложная хореография, вокальные партии, исполненные артистами. И даже музыку, написанную специально для спектакля, сыграли сотрудники театра. Все, что вы хотели сказать, удалось сказать? Да, удалось. И, конечно, я своих артистов называю подарок судьбы. Просто только в такой команде можно было так развернуться и столько себе позволить. За творческим процессом мы подглядывали пару недель назад. И вот как в песне «Волшебника» из знаменитого фильма Марка Захарова, из «Миража», из «Ничего» вдруг возникает чей-то лик и обретает свет и звук, и плоть, и страсть. Каждый день мы сейчас набираем, набираем, набираем. И сейчас они уже входят в такую зону, когда они уже перестают заниматься хореографией, а занимаются уже смыслами. И, конечно, они плетут какой-то удивительный мир. Ну, я лично сижу немножко, у меня глаз наполняется слезами периодически, а периодически я как сумасшедший и хохочу. Не знаю, мне кажется, что рождается какая-то невероятная, трогательная, смешная и очень какая-то человечная история. Я очень доволен. Спектакль, несомненно, вызовет массу дискуссий и обсуждений. Кто-то, как наша съемочная группа, будет в восторге. Кто-то не поймет, в чем связь сказки Шарля Перо с действием на сцене. Таков путь смелого и яркого произведения искусства, необычного, новаторского и очень эмоционального прочтения всем известной, казалось, детской сказки. Но эстетическое удовольствие получит каждый, кто решится сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Более 20 фигур доисторических гигантов, которые начинают двигаться и рычать при приближении человека. Фото зоны с атрибутикой, уголок палеонтолога, ручной тираннозавр, которого можно оседлать. И все это в Рязани. Динопарк «Рекс» приехал из Ставрополя в М5МОЛ на все лето. Подробности расскажем далее. Над этими исполинами работала группа китайских и американских ученых. Сами фигуры изготовлены в Китае. Они полностью роботизированы, шевелят головами, хвостами, лапами, рычат. Все это по датчику движения. Как только к динозавру приближается человек, исполин оживает. Проходили мимо, увидели. Ребенку очень нравится, интересно, достаточно реалистично. Звуки и размеры динозавров. Вообще похоже зевые, но роботы. Чисто случайно мы здесь оказались, увидели и решили зайти посмотреть. Конечно, нравится, но немножко испугался. Но потом страх прошел у него. Все понравилось, очень познавательное. Посоветуем, да, скажем, что сходили, посмотрели. Очень интересно. Большинство фигур исполнены в истинном размере и дают представление о том, какие существа когда-то населяли планету. У нас представлен единственный в России огромный скелет трицератопса. Он практически в натуральную величину находится за мной. Помимо них у нас есть семейство игуанодонов и также семейство больших трицератопсов тоже в натуральную величину. По самому скелету трицератопса можно понять, какой он был вживую. То есть миллионы лет назад какие животные ходили по нашей земле. Завороженные глаза не только у детей, но и у взрослых. Кажется, интересно здесь будет не только малышам, но и их родителям. Вот очень красивый динозавр стоит. Очень хищный. С очень большими зубками. Не знаю, как называются эти два динозавра таких прекрасных. Все было интересно, все было хорошо. Детям все понравилось. Мир юрского периода смотрел. Тут примерно то же самое. Они шевелятся, веруются. А живших обитателей юрского периода здесь два десятка. На некоторых из них даже можно прокатиться, несмотря на их грозный рык. И еще для детей здесь создано немало аттракционов. Каждый найдет развлечение на свой вкус. На этой выставке будет интересно абсолютно всем. И взрослым, и детям. Особенно детям. Потому что каждый ребенок мечтает увидеть тираннозавра, так сказать, вживую. Особенно после просмотра тематических фильмов. У нас все это можно лицезреть, увидеть, потрогать, посидеть, покататься, пощупать. Как это? Можно почувствовать себя палеонтологом. У нас есть огромная песочница, в которой закопаны кости динозавров. И каждый ребенок бесплатно может откопать их. Да исторический мир в Рязани. Такое случается нечасто. В летние каникулы каждому ребенку будет интересно путешествие во времени. Которое для родителей совершенно не требует усилий. Всего лишь доехать до М5 Мол. Ура! Здесь так классно! Приходите все туда! В торгово-развлекательном центре М5 Мол выставка будет работать до 31 августа. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова